С какой целью наш город посетила делегация из Турции и кому в преддверии Нового года помогают Нижнекамские студенты? Обо всем этом прямо сейчас в эфире Нижнекамские новости в студии Александр Акишин. Здравствуйте! В Нижнекамск прибыла делегация из Турции. Основная цель визита гостей из города Мерсин – изучить местную культуру и систему образования. Первым делом они посетили вторую татарскую гимназию. Здесь турецкие гости посмотрели, как проходят уроки, дополнительные занятия и новогодний утренник. Кстати, их приезд не стал неожиданностью. В мае этого года Нижнекамск и Мерсин стали городами-побратимами. Поможем детям вместе! Благотворительная ярмарка под таким девизом прошла в НХТИ. Идея акции принадлежит студенческому клубу. Выставка рукодельных изделий длилась всего один день. Все средства, вырученные от продажи студенты на НХТИ, решили отправить детям в дом малютки. Сегодня состоялся очередной розыгрыш призов от еженедельника Нижнекамское время. На этот раз в нем приняло участие более тысячи подписчиков. А разыгрывались подарочные сертификаты от стоматологической клиники «Имплантент» и службы такси 21 век. Кто же стал победителем, мы расскажем итогом в выпуске новостей в 18.30. Телекомпания НТР продолжает благотворительную новогоднюю акцию «Стань Дедом Морозом». Наш штатный волшебник уже побывал во многих нижнекамских семьях и подарил огромное количество подарков. На этот раз он посетил детский дом. Затем Дед Мороз и Снегурочка развлекали детишек из социально-реабилитационного центра «Балкыш». Малыши радовались новогодним подаркам и долго не отпускали сказочных персонажей. Но миссия нашего Деда Мороза не заканчивается. Впереди еще много ребят, которые ждут праздника. После обеда приморозило до минус 11, а с утра нас ждет температура в 14 градусов ниже нуля. На этом у меня все. А уже в следующих выпусках мы расскажем вам о грядущем вокальном концерте и приезде Рустама Миниханова на Танека. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»